Девушки отдыхают 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 И уже хоть какой-то день у вас есть для того, чтобы успеть какие-то дела, а не сидеть там в коридоре в ожидании вместе с другими мамами. Как лайфхак родителей. А что еще доводит до срывов и отнимает у мамы столько сил? Многодумность. Есть такое. Вот это мы говорили про многодельность, когда мама пытается успеть все сразу. А есть еще многодумность. Когда мама пытается подумать все сразу. Она постоянно в голове крутятся какие-то мысли. Причем это чаще всего очень негативные мысли. Или это какие-то сожаления о прошлом. Возможно, я где-то поступила не так. Надо было ему ответить вот это. Правильно ли я сделала выбор. Потом очень много у мам в голове тревог. А вдруг с моим ребенком что-то случится? А вдруг она неудачно выйдет замуж? А вдруг ему встретится плохая девушка? Все будет плохо. Или же мамы еще очень часто занимаются тем, что критикуют себя. И вот представляете, какое огромное количество сил. Вот эти вот мысли в голове, которые постоянно копошатся, забирают у мамы, у женщины. В любом случае нормально думать. У нас мозг так устроен, мы постоянно о чем-то думаем. Но поскольку мы люди, мы этот поток мыслей можем, по крайней мере, контролировать и останавливать. Вот если я сейчас понимаю, что я себя критикую, или думаю о том, что все будет плохо, тревожусь, или опять куда-то в прошлое я там закатилась, я могу себя остановить и сказать, оу, давай о чем-нибудь другом. Давай вообще обратим внимание, где мы сейчас находимся, что делаем, что чувствуем. И эти мысли уйдут в сторону, и сил у вас станет больше. А вот что по поводу тишины? Вот тишина. Может маме помочь привести себя в порядок? Очень многое может малюсенькая тишина, да? Мы уже говорили в начале нашего разговора, что вокруг нас огромное количество шума. И причем есть шум, который мы сами себе делаем, там музыку в плеере включаем, телевизор у нас включен, в машине у нас радио. То есть мы очень редко в тишине находимся. А есть шум, который мы никак не можем контролировать. Машины рядом ездят, коллеги разговаривают, дети дома шумят. Так вот, вы можете прям своим семейным говорить, Ребята, вот давайте у нас каждый день или каждый вечер мы будем практиковать там какой-то момент тишины. Едем с работы, с кружков на машине, и все молчим. И все молчим, и делаем добрую маму. Могут, могут дети пойти вам навстречу, а даже потом и вас просить, немножко помолчать и опять себя привести в порядок. Идеальный лайфхак. Согласна. Олеся, спасибо тебе большое за советы. Мы все запомнили и записали. Пробуйте и применяйте. А у нас пришло время перекусить. Прямо сейчас вкусный рецепт от Дела Вкуса. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!